Всем привет, дорогие друзья! Всем привет, Адита из Канады! Сегодня я к вам с видеораспаковкой. Вернее, распаковалка я всё уже давным-давно, но так принято на ютюбе называть видео в видеораспаковках. Ну, она привлекает больше зрителей, наверное. Почему-то люди очень любят, прям, видите, как вот раскрывают коробки, разрывают пакеты, но я не тот человек, который, получивший посылку из какого-либо магазина, буду ждать и не раскрою её до того, как я начну снимать видео. Не тот у меня характер, я очень люблю посылки. Для меня это такое, знаете, как иождество. Приходят посылки, коробка, я их тут же раскрываю, тут же начинаю примерять. Так что всё, что я вам покажу, уже я давно раскрыла и примерила, и, в общем-то, имею представление о вещах, как они выглядят на мне. Но, тем не менее, вот будем считать, что это такая распаковка посылки из магазина Юниклоп, потому что, в общем-то, ютюб любит такие названия. Я была в магазине Юниклоп какое-то время назад, я снимала влог, у меня даже, по-моему, два влога был, обзор и... А потом было видео примерки из... Примерки из примерочной масла-масляной. Вот. И там было кое-что, что я хотела себе купить, но не было моего размера, и поэтому я пошла на их веб-сайт. Собственно говоря, это кое-что. Это были брюки, которые я хотела купить в комплект пиджаку, который я купила. Я вошла на их веб-сайт, и, естественно, брюками все не обошлось. Я кое-что себе заказала. Кое-что лежит здесь. Сейчас я вам буду это показывать, примерять, говорить, что сколько стоит, какие размеры, и все, как мы обычно это делаем. Хочу сказать, что стою я сегодня тоже в платье от Юникло. Одно из моих любимых платьев от Юникло. Я вам его тоже показывала. Купила его в прошлом году, на прошлом, по-моему, прошлого сезона, прошлого лета. Ношу с удовольствием, поэтому знаю, что вещи из Юникло, которые я покупаю, никогда у меня не лежат без дела, а всегда у меня находятся в довольно активной, так сказать, носке. Кстати, в последний раз пошла к нём к зубному врачу несколько дней назад, и моя доктор, у меня женщина-врач, и её ассистент, они обе надавали мне столько комплиментов про это платье, и спросили, где я его купила. Я сказала, в магазине Юникло, но это было в прошлом году, а сейчас уже нету. Они обе очень удивились и вообще никогда не слышали про такой магазин. Хотя, да, мы довольно модные, такие, знаете, в общем-то, продвинутые, но я вам хочу просто сказать, что вот действительно магазин Юникло в Канаде как-то не очень известен, не очень популярен, но я его популяризирую. Всё, давайте перейдём к вещам и потом к примеркам. Значит, первое, что было куплено, заказано мной, это, собственно говоря, брюки, вот комплект к этому пиджаку. В магазине я тогда не могла, потому что был размер смола, мне был маловат, я заказала размер медиум, держу телефон, потому что я смотрю на свой заказ, чтобы мне знать, что сколько стоило, ещё бы мне не мешало взять очки, потому что я не очень хорошо вижу. Ну, давайте посмотрим. Значит, эти брюки стоили 19,99. Стоили они 19,99, это размер М, медиум. Состав их сейчас я вам скажу. Я, правда, говорила о своём блоге, но на всяком случае, когда я примеряла их, на всякий случай сейчас я вам скажу состав их. Ну, так они выглядят. Я всё-таки, наверное, не обойдусь без очков, потому что, да, не обойдусь. Значит, 43% район и 34% лён. А, и 23% полиэстер. Да, тут я у меня, думаю, 100% не складывается. Я их, конечно, померяю вместе с этим биджаком, естественно. Кстати, сзади у них резинка, что делает их очень-очень удобными, носки, ну и вообще по жизни. Следующая вещь, которую я заказала, это блузка из коллаборации. Девочки, я Хана Таджима. Таджима, я не знаю правильно, как это произносить. Написано это вот так. Вот так. Вот так это называется. Она, знаете, меня привлекла, во-первых, цветом. И размер-то медиум. Стоила она 40 долларов, но я её купила, сейчас вам скажу, за сколько. Я купила её за 12.99, за 13 долларов. И состав, она сделана из 47% катон и 53% рейм. Райм, рейм, рейм, я не знаю такого. Правда, первый раз вижу. Первый раз вижу такое название, я даже не знаю, что это такое. Ну, в общем, полухлопковая. 50%, 47% почти. Почти 50%, 47% катон. И что-то ещё, но на ощупь она такая нежная, тонкая. Прямо прозрачная совершенно. И у неё такое интересное. Она вся такая, видите, у неё много швов тут разных. Какие-то выточки, прошиво. Интересный такой рукав. Вот такой вот встроенный, как бы вшитый. Не рукав, а пройма. Вот такая вот интересная. В общем, интересная, симпатичная вещица. Я, конечно, вам её тоже померю. Следующая вещь. Это платье от Инессы. В магазине я примеряла его белое. Такой же горошек, такой же расцветки. Но оно было размера экстра смол. И оно мне было маловато. На веб-сайте белого не было. Было чёрное. И это размер смол. В состав его входит 100% район, по-моему. Да, я за жвачка книгу. 100% район. Когда я примеряла его в примерочной, особенно народ как-то его не заценил. Все писали там это красиво, это. А про платье как-то никто ничего не написал. Но я вам хочу сказать, что особенно вот то было белое, а это как бы чёрное. Оно очень нежное. В нём очень много интересных, красивых деталей. И вы знаете, что это такое платье вот одело и пошло, что называется. Я очень люблю яркие вещи, необычные, цветные, какие-то такие элегантные, знаете, такие сфриковатые. Очень люблю. Но иногда хочется одеться во что-то такое незаметное, простое, удобное. Вот чтобы никто вас не заметил вокруг. А просто вот идти удобно и не думать ни о чём, как вы выглядите, как это красиво, кто на вас оборачивается, не оборачивается, смотрит на вас, нет. Вот это вот такое вот платье, которое, кстати, оно тоже с карманами, которое вот 100% выполняет эту функцию. Если вдруг случается какая-то оказия, и вы хотите выглядеть как-то вот так вот, ну просто обычно, никак, чтобы особо не попадаться никому на глаза и не привлекать ничего внимания, то вот это платье идеальный вариант для этого. Тем более, что оно район, оно лёгкое, оно на лето, без рукава, прекрасное, хорошее платье. Я тоже вам, конечно, его померю. Стоило оно 19,90. Сейчас проверю секунду. Да, стоило оно 19,90. Ну, в общем-то, почти 120 долларов. Следующая вещь – это худи. Вы знаете, что? У меня наблюдается недостаток вот простых вот таких вот каких-то худи. У меня очень много такой фэнси одежды, интересной, красивой, как я уже говорю, такой необычный, какой-то такой с приконцой такой. А вот обычных таких, знаете, стандартных, ну, что называется, одел и пошёл вещей у меня не так много. Вернее, у меня есть они, но я немножко частично из них выросла, частично они пришли в негодность. И я вот увидела вот эту вот худи на веб-сайте. Она, по-моему, стоила тоже 13 долларов. Сейчас я проверю секунду. Да, она тоже стоила 13 долларов. По составу она в ней находится, она и состоит 95% катон и 5% спандекс, что очень хорошо. Стоила она 25, и сейчас вот я купила за 13. Это размер medium. Я бы предпочла, чтобы это был размер small, то есть лаваш, простите. Я себя немножко приукрасила. Потому что она, в принципе, довольно-таки просторная, но чуть-чуть коротковата. Я бы хотела, чтобы она была подлиннее, но, в принципе, меня это вполне устраивает. Очень красивый тоже такой ментоловый цвет. И что мне нравится, я вам сейчас покажу, что она по качеству, вот знаете, как это вот изобразить, чтобы было видно. Качество у неё вот такой вот, немножко с такой махрушкой внутри. То есть она не тёплая-тёплая худи, а, в общем-то, такая летняя худи. А вот мы сейчас много ездим, лето, и мы куда-то ездим в какие-то, на какие-то коттеджи, в леса, там, в поля. Я собираюсь ещё в одно путешествие, которое потом вам озвучу, не хочу говорить, потому что боюсь сглазить страшных. Я давно-давно собираюсь в это путешествие, никак у меня не получалось. Сейчас вроде бы немножко приоткрывают границы, и вот я собралась уже ехать, но потом скажу, куда. Вот я тоже хочу это взять с собой. В общем-то, я подумала, что мне понадобится такая вещь, и вот она очень приятная, она очень мягкая, очень-очень симпатичная. Следующая вещь – это платье маримейка. Ну, как же без него? Это не совсем характерный для маримейка рисунок. Может быть, вы подумаете, что это как-то какая-то полосатая, как будто бы тюремная одежда, потому что в Америке, в Канаде, в тюрьмах люди носят оранжевую форму, оранжевую одежду. Если вы знаете, может быть, это был такой очень известный, я не знаю, до сих пор идет или нет, сериал на Netflix, Orange is the New Black, оранжевый – это новый черный, про девушек, которые… про женскую тюрьму, про девушек, которые сидят в женской тюрьме, про их судьбу, по-моему, он кончился. Он был очень популярен здесь, я не знаю, шел ли он в других странах, и, в общем-то, после этого оранжевый цвет стал очень популярен вообще, ну вот, вошел в моду, так скажем, да. Но я не думаю, что Мари Мэка как бы руководствовалась этой модой на этот сериал, но, тем не менее, не знаю, у меня он не ассоциируется с тюремной одеждой, у меня он ассоциируется с ярким летним солнечным днем, оранжевый – это, в общем-то, очень яркий, красивый цвет, который летом очень хорошо вписывается в гардероб, очень-очень носибельный. Здесь вот идет такая тоненькая полосочка, причем, знаете, вот посмотрите, он так сделан, интересно, не ровные полоски, а такие какие-то немножечко с изгибами, извилистые, это очень-очень приятно. Вот, видите, Мари Мэка. Размер с мол, я взяла, стоило оно 40 долларов, сейчас оно стоит 19. 19.90, 20 долларов. Состав, конечно же, конечно же, стопроцентных лопок, что приятно. Оно вот такой вот длины, есть рукав. У меня есть одно платье Мари Мэка из Юни Кло, ну, нет, не одно. Вы знаете, что у меня не одно платье из Юни Кло Мари Мэка. У меня есть платье такого же типа, желто-белое, с желтыми такими большими кругами, вот с таким же вот рукавом, оно немножко покороче, чем это. Но я просто знаю, что то платье я просто ношу вообще и в хвост, и в гриву, я подумала, что это платье из той же серии, только оно немножко подлиннее, тоже есть рукав в нем, что очень удобно, иногда хочется прикрыть плечи, если мне очень жарко. Есть карманы в нем, в общем, короче, очень удобный, такой вырез мысиком, женственный, я бы сказала, да, и, в общем-то, классное-классное платье, с удовольствием, я думаю, что буду выносить летом. И последнее платье, девушки, ну, это совершенно офигенная вещь, я даже не знаю, каким образом мне удалось ее отхватить. Это коллаборация Uniqlo и Jill Sander. Я надеюсь, что вы уже оценили, какое шикарное платье я отхватила. И я вам хочу сказать, что оно бесподобное, оно потрясающее. Посмотрите на эти детали, посмотрите, как сделан рукав, посмотрите, как сделаны карманы. Это, кстати, настоящий карман, это не фейк. Вот я могу засунуть руку. Интересно, как-то здесь прошит шелк. Ну, в общем, платье мечта любого шипоголика, особенно такого, как я. Значит, да, это вот J+, коллаборация. Размер small, но я в него втиснулась. Сделано оно 37% шелк и 63% полиэстер. Ну, то есть, оно так и называется, что оно с примесью шелка, но, в общем-то, 37% шелка это совсем неплохо. Учитывая его необычный, прекрасный, красивый фасон, необыкновенно красивый, такой серо-жемчужный цвет, и, учитывая его цену, я думаю, что, в общем-то, оно стоило того, сейчас я вам точно озвучу цены, я сейчас я помнила, но забыла. Стоило оно 29,90 для меня. То есть, я заказала его в магазине по невероятной цене 29,90 за 30 долларов, при том, что его цена была 159,90. То есть, вот, когда оно вышло на, появилось в магазине Винько, оно стоило 160 долларов. Я немножко рисковала, покупая размер смол, но я решила рискнуть, в крайнем случае, я подумала, что я сдам, в принципе, можно было его вернуть, и я не ошиблась, потому что я не могла его не заказать, и, если честно, получилось так смешно, что я когда шарилась по магазину Винько, я обидела его, оно стоило 40 долларов, 39,90, и, в общем-то, я смотрела на эти брюки, я думала заказывать, не заказывать, и, в общем-то, положила уже это платье в корзинку, но, когда перешла уже в корзину на заказ, то оказалось, что его уже нет в наличии, так бывает, иногда вещь очень, очень популярная, ее так быстро закупают, что вы ее кладете в корзину, потом, когда вы хотите ее, в общем-то, уже купить, то ее уже нету. Я так как-то расстроилась, закрыла компьютер, в общем, решила, что я не буду, и на завтра я зашла снова, все-таки решила, что брюки-то мне надо заказать, вам комплект, костюм, как же я без этого, и, зайдя на веб-сайт, я обнаружила, что платье снова в наличии, оно уже стоило на 10 долларов дешевле, вне 30,90, а 20,90, чего я была несказанно рада, но 10 долларов это не деньги, но, тем не менее, это приятно, ну, и тут уже я как бы заказала все, и брюки, и это платье, и от радости до кучи, еще куча всего до кучи. Все, давайте перейдем к примеркам, долго говорю, долго объясняю, но такова, в общем-то, так работает видео на ютюбе, распаковок, что вы рассказываете, что вы купили, за сколько, что почем, какой состав, а потом вы примеряете. Собственно говоря, вот этот костюм, вы, вообще говоря, его видели, когда я примеряла его в самом магазине, единственное, что там были брюки смол, а здесь брюки медиум, которые мне, в общем-то, больше по размеру, и я в них себя удобнее чувствую, очень комфортные брюки, я вам хочу сказать, что у них очень мне нравится, что у них очень высокая посадка, это страшно удобно, невероятно удобно, я это очень люблю, по слухам, низкая посадка возвращается в моду, что приводит меня вообще в полнейшее замешательство, потому что я не готова, абсолютно не готова вернуться к низкой посадке, особенно девушки, с разными там лишними килограммами вот в области вот этой вот, для нас брюки с низкой посадкой это просто ну-ну-ну, это трагедия и кошмар, наверное, придется нам не следовать моде, а оставаться в брюках с высокой посадкой, ну, вот такой вот костюмчик, примерила я его тоже с белой майкой, потому что тогда в магазине я примеряла его тоже с белой майкой, мне все написали, ой, как красиво, как хорошо именно с белой майкой этот костюм, поэтому вот так вот я с этим же и примерю. Следующая вещь, это рубашка, блузка, я ее примерила со светлыми, лямыми брюками, вот взяла такую светлую сумку, на ногах у меня просто шлепанцы темные, хотела белой сначала, потом решила, надо немножко разбавить чем-то, ну, собственно говоря, я брюки только надела для того, чтобы с чем-то померить ее и показать вам, как это выглядит, она очень хорошо сидит, давайте я беру сумку, она нам мешает, она мешает нам обозревать рубашку, она очень красиво, хорошо сидит, на мой взгляд, она, знаете, вот такая вот немножко приталенная, но в меру, она немножко прозрачно светится, но вот, как вы видите, она мне, вот-ка я ее уберу, это как-то неэстетично, с этикеткой, я, знаете, такой человек, я пока не надеваю, вы видите, прозрачно, не красиво, я держу вещи с этикетками, пока я ее не надеваю первый раз, вот она у меня висит с этикеткой, у меня какая-то такая вот фетиш, не знаю, как ее пристроить, чтобы, видите, она просвечивает, я всегда, когда первый раз вещи надеваю, я срезаю этикетку, не срезаю сразу, ну, какая-то мулька, короче, я хотела вам ее показать, что она немножко прозрачная, но, видите, она мне бежевое белье, и вообще все совершенно нормально, и ничего не видно, все нормально, у нее очень интересный крой, очень интересный фасон, видите, она такая немножко приталенная, и очень интересный рукав, он как-то вот так вот, не пройма вот здесь, а вот как-то вот так вот вшит, это классно, это интересно, очень хороший цвет, и у нее, который не передается, к сожалению, камерой, тут у меня отсвечивает, Ну, сейчас я, может, поближе подойду, чтобы вы увидели, он такой, знаете, ментоловый, светло-светло-ментоловый, очень красивый цвет, манжет здесь сделан, я его завернула, потому что он длинный, мне, как всегда, все длинные рукава, ну, в общем, вот так вот это выглядит, хорошая, приятная блузка на жару, но когда вам нужно, допустим, вечером куда-то выйти, когда нет уже такой жары сильной, что можно, в принципе, надеть длинный рукав, но при этом еще довольно тепло, и если вот расстегнуть пуговицу, то, в принципе, ее можно использовать, если не застегивать, если вниз какой-то топ надеть, то ее можно использовать как верхнюю такую одежду, скажем так, накидку, вместо не как плоскую, а именно как вот какую-то верхнюю одежду, которую можно взять с собой, если вы куда-то идете, и на вас топик со шлечками, а потом к вечеру можно сказать прохладно, она такая легкая, такая тоненькая, ее можно очень легко вот так вот сложить, скрутить, положить в сумку, она вообще не занимает никакого места, никакого пространства, ни леса, ничего, то есть очень-очень удобная вещь, и очень легкая для вот лета, очень хорошо, прекрасно, может быть очень многофункциональной и очень удобной. Вот показываю, кстати, вот этот самый топик из Юникло, который я тоже купила, помните, и вот он такой на тоненьких шлейках, но вы можете взять эту рубашку с собой в сумку и надеть сверху, когда станет немножко прохладно, к вечеру, и вы, в принципе, вот, она вас защитит от холода летнего, так скажем, да, но в то же время красивая, и цвет приятный, в общем-то, она очень-очень тонкая, не занимает ни места, ни веса. Худи. Очень удобно, опять же, в формате вечером накинуть, взять с собой, если у вас что-то легкое, мачка какая-то, и вам хочется что-то взять потеплее с собой, чтобы у вас было вечно, на всякий случай, если вы вдруг побоитесь, что вы замерзнете. Очень хорошее у нее, видите, качество, вот это вот такое, не очень толстое худи, а она такая тянущаяся, все в ней хорошо. Единственное, что я бы предпочла, наверное, чтобы она была немножко длиннее, вот такая вот, да, ну ладно. Я думаю, что и такая длина, в принципе, неплохо, если использовать ее именно вот с брюками, с какими-то, не с тайцами, или там велосипедками, или чем-то очень-очень убегающим, или с кинни-джинсами, вот когда, допустим, с кинни-джинсами, то хотелось бы, чтобы это все как-то было, вот эта вот область прикрыта. А вот с такими брюками, например, так, по-моему, вполне даже нормальная длина, и даже, мне кажется, что если бы она как раз была длинная, вот с такими брюками, то это было бы плохо, как-то не очень, ну, мне кажется, было бы хуже. Вот именно для брюк нужна длина в ходе, вот такая вот, не очень длинная. Замечательно, прекрасное платье от Инессы, может быть, оно не выглядит каким-то очень интересным, необычным, привлекательным, но, на мой взгляд, оно замечательно тем, что оно именно вот не выглядит каким-то таким особенным, но просто обычное платье, летнее, романтичное, легкое, с карманами, без рукава, в нем не жарко, в нем не холодно, в нем все, все очень удобно. Ну, и вы понимаете, что если в кадре висела шляпа, то она должна была выстрелить. Я, конечно, решила вот, что усложнить это платье можно шляпой. Сейчас я вам поближе его покажу, вот так оно выглядит, здесь очень-очень интересные и красивые детали наблюдаются. И вот такое вот платье, чтобы оно выглядело немножко более, как бы, интересно, вот какое-то навороченное платье, если к нему надеть еще шляпу и перо, и что-либо такое, это будет выглядеть как-то нелепо и глупо. А вот с простеньким таким платьицем на отдых и в первый мир вполне подойдет шляпка, белая сумка и, в общем-то, все. Мы можем ехать в отпуск, мы можем ехать и ехать. Платье из Мари Мэко, неправда, извини, Клока, коллаборация с Мари Мэко. Хотела бы я, чтобы оно было из Мари Мэко, но, слушайте, я вам хочу сказать, что я видела платье из Мари Мэко и примеряла. И у меня есть видео на канале, если вы не видели, обязательно посмотрите. Наше, то, что у нас в Канаде Мари Мэко продается, у нас нет магазина, у нас есть мультибрендовый магазин Саймонс, где продается вот этот бренд Мари Мэко. И, может быть, это просто, вот опять же, были послекарантинные какие-то времена, и у нас плохо было все с доставками, и магазины стояли полупустые. До сих пор как бы не особенно они наполнены, я бы сказала, что они такие совсем даже, совсем даже не помню. Я пошла в этот магазин примерять одежду Мари Мэко, и там выбор был настолько небольшой, и вещей было так мало, и они были какие-то такие все. Ну вот ничего такого, что, если честно, мне вот коллаборация Мари Мэко с Юникло, мне вещи больше нравятся, чем само Мари Мэко. Опять же, возможно, что это, потому что у нас какие-то плохие поставки, у нас нет большого выбора, а в Юникло вещи, коллаборация с Мари Мэко, они просто прекрасные все. Все мне очень нравятся, в том числе мне очень нравится это платье. И опять же, в ход пошла шляпа, потому что платье очень простое, очень такое незатейливое, поэтому вот шляпа и сумка, белые, белые шлепанцы, я думаю, что очень украсит его. И простое обычное платье совершенно, его можно носить на пляж, в магазин, в город, куда угодно, и даже, в общем-то, и вечером, если саксессуарить, соответственно, надеть какие-то босоножки симпатичные, сумочку взять, поясочек какой-нибудь там такой, знаете, интересный навязать. Вполне можно, можно вполне использовать его, как и вечернее. Тут у меня еще, видите, смолый размер, надо отклеить. Я уже говорила про этикетки, что у меня фетиш, я отрываю этикетки, когда первый раз надеваю вещь, я еще ничего из того, что я купила, не носила, хотя планирую. Ну и сегодняшняя вишенка на торте, это платье коллаборации Леникло и Жил Сантер. Необыкновенное бесподобное платье, пол, шелк, пол, там, что-то, полиэстер, но неважно, половина шелка в нем есть. Дело даже не в этом, дело в том, что оно очень красивое, очень необычное. Мой любимый фасончик. Трапеция, размер смол, да, и я вот рискнула, купила, и, как видите, вот вполне себе, вполне себе оно мне нормально. Опять же, платье из серии Джеклин Кеннеди, 60-е годы, такой немножко ретро-стиль, немножко такой, знаете, белую шляпу я не стала надевать, но сюда бы подошла такая шляпка а-ля 60-е. Украшений тоже никаких не стала надевать, потому что, по-моему, здесь ничего не надо, здесь все, всего достаточно. Потрясающий рукав, вот такой вот немножко расклешенный и с такой вот, со строчкой, карманы. Очень красивое платье, просто неожиданная удача, невероятная удача, купила на веб-сайте, 29 долларов, стоила 160. Тарам-пам-пам, что тут скажешь? Ничего не прибавишь, не убавишь, действительно, большое везение, большая удача. Я, как старый охотник, очень довольна своему улову, так сказать, этого платья. Причем покупалась, вообще вся посылка заказывалась ради брюка, оказалось, вот наворотила еще целую кучу шмоток, в общем-то. Но, конечно, это платье, это прям вот действительно, действительно жемчужина, жемчужины найдены в куче, ну, собственно, в куче вещей, не буду говорить в куче чего. Вот так, вот такое платье. Дорогие девочки, за всем буду прощаться. Я надеюсь, что вам понравилось, я надеюсь, что вам было интересно, я надеюсь, что вы оценили мои усилия переодеваний. И не просто оценили, а поставили мне лайк или подписались на мой канал, если вы новенький, если вам понравилось мое видео, если вам понравилось то, что я делаю. А на этом все, увидимся совсем скоро в следующем видео. С вами была ваша Деприс Канады, люблю, целую, пока-пока-бай.